На 100% легче стало. Всё супер. Пробок нет, всё отлично. С ветерком по новому мосту. Одна из самых значимых транспортных артерий города снова в деле. После ремонта город получил почти на 50% новую конструкцию. Александр Буянов, как и многие местные жители, вернулся к прежнему удобному маршруту. Через Неман добираться нужно каждый день. И на машине, велосипеде или пешком. Говорит, ремонт начали вовремя. Переход уже был опасен. Лужи стояли, заливало людей во время дождя. Вообще непотребный совсем стал. Особенно трясло его до такой степени, что когда проезжала груженная машина песком, бетоном, вот буквально качало с амплитудой сантиметров 10-15. Страшно было. Мост стал безстыковой, поверхность безстыковая, и машина не трясёт, и на большой скорости все проскакивают. Вот видите, как свободно, легко ехать и быстро проезжать. В последние годы новый мост по улице Поповича своё название не оправдывал. Переход построили ещё в советские времена, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Осенью прошлого года взялись за дело. Сооружения закрыли для всех видов транспорта. Начался углублённый анализ. Обследование показало. Объект подлежал полной реконструкции, и ждать было нельзя. Основное, что у нас будет, это выдомкрачивание балок и натяжение пучков. После этого можно будет омоноличивать пролётное строение и делать монолитную плиту. Что если поселок вам говорить? Про сроки мы пока молчим. Ещё полностью не отработана вся технология, технологический процесс, последовательность. Ну и когда будут известны у нас же сроки поставок, потому что часть материалов у нас идёт с Российской Федерации. Именно поэтому параллельно шло научное и экспертное сопровождение проекта. Учесть нужно было каждую деталь. График у строителей был жёстким. Работали и в снег, и в дождь. А в последние месяцы перед открытием, чтобы успеть сдать объект в назначенный срок, на мосту трудились не менее сотни специалистов. Тогда он больше напоминал муравейник. И хотя сами строители говорят, что это просто их работа, для нас, горожан, открытие моста досрочно – настоящее событие. Оценка местных жителей однозначно – поработали на совесть. Всего в ремонте было задействовано 16 организаций, а также 105 единиц техники. До бетона здесь было уложено порядка 1800 метров кубических металлоконструкций. И металлических изделий, арматурных изделий было больше 500 тонн уложено. Гидроизоляция – 8 тысяч метров квадратных. Вы видите, барьерное ограждение, порядка 700 метров барьерного ограждения было установлено. Двухъярусного, перильное ограждение. Ну, объем приличный. Ход строительства подробно освещал и наш телеканал. Каждую пятницу журналисты «Гродно плюс» выезжали на объект, общались со специалистами. По их словам, многое зависело и от погоды, ведь ремонт шел из осени в зиму. В отличие от того времени, когда работали на Румлевском мосту. При этом результат оправдал ожидания. Нормативный срок капитального ремонта по проекту – 11 месяцев. То есть, по сути, строители справились на 5 месяцев раньше. Мост открыт после масштабной реконструкции. Помимо того, что переход теперь абсолютно безопасен, здесь поменялось все – освещение, разметка, асфальт. Кроме того, сглажены деформационные швы, которые прежде доставляли немало проблем водителям. Этот объект теперь будет показательным, но не финальным. Работ по благоустройству в городе еще много. В ближайших планах – реконструкция моста по улице Рыбацкой. В мае ожидают заключение государственной и экологической экспертиз. Начало работ намечено на июнь. В сентябре – сдача объекта. В планах на будущее – это также реконструкция моста над речкой Лососянкой. Это в районе Лососно. Планируется, что будет его расширение, этого моста. Это Гродно-Сапоцкин дорога. Ну и также нужно сделать обследование моста по улице митрополита Филарета. Его тоже нужно обследовать. И после обследования, после выдачи заключения, будет выдана рекомендация, что необходимо сделать. Также в очереди на ремонт – пешеходный мост по улице Фомичева. Сейчас специалисты собирают исходные данные по объекту. В этом году проект будет готов. Елена Бережна, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Оно закрыто. Новости Гродно-Сапоцкин. Новости Гродно-Сапоцкин. Новости Гродно-Сапоцкин. Новости Гродно-Сапоцкин. Новости Гродно-Сапоцкин. Продолжение следует...